Записки прикидали еще на три концерта, как минимум. Вот. Ну, по горе Силтрымдова я нашел, наконец, записки, которые мой уважаемый коллега представил здесь военно-моркский флот, мне регулярно здесь что-то. Вообще, мы всего записки тогда. Да, тут редкие песни. Есть ли? А ну, давайте. Из цикла литературного памяти Михаиловича Лермонтова обычно я пою песню «Аэропорты 19-го века», но это другая песня. В городе Пятигорске стоит памятник Лермонтову. Дегрустный бронзов Лермонтов, уже разжалованный из Лея Гуса, уже в форме пехотного тенгинского полка, уже не леет гусар, а поручик пехотный, грустно смотрит в сторону Лебруса, который обычно затянут облаками. И когда видишь этот памятник, по-моему, Микешинский, если не ошибаюсь, то тебя охватывает вот эта страшная обстановка вот этого бессмысленной его кибели от руки приятеля. Ведь вообще, так сказать, Николай Первый, которого ненавидел, послал его в реликта, в бои под пули горцев. Он вроде как наоборот поехал на воды, в самоволку, в тыл, к женщинам, друзьям, к Мартыну. И не оставляйте мысли, что если он не ослушался начальства, поехал бы на передовую линию действующих войск. Может быть, не было бы дуэли. Он остался бы живым. И вот такая песня. Повыше. Продает фотограф снимки, а горам толкует гид. Далее брус невидный в дыбке, молча лямота вредит. Сиреневы склонов кручат, уходя под облака. Как посмеливает барочек не доехать до полка. Как посмеливает барочек не доехать до полка. Уралцы греются, посолцы, спят ровнины за ревким сном. Стриж-стребители не селся над приходом, над голуном. Долг вам выпуски поручен, проскакав пункт и щелез. Как посмеливает барочек, повернуть на пятиглаз. Как посмеливает барочек, повернуть на пятиглаз. Бегниги и пьянки в крови, женщин, топные глаза. Ваше место в вашей роте, где военная гроза. Там отбыло небо сера, скажут садуги, звеня. Недостойно офицера, уклоняться от огня. Недостойно офицера, уклоняться от огня. А на старте скуды, волны, кратежную игру. Срезают острых морды, нам завтра гости. Вечеру на курорт, и вы не живьте. Деревы, вы вернее. Прикажите, прикажите. Он трусит лать коней. Прикажите, прикажите. Он трусит лать коней.